Штаб по комплексному развитию региона, председатель правительства Александр Смекалин, начал с напоминания об указе о национальных целях до 2030 года. Документ подписан президентом. Согласно указу, в ближайшее время будут корректироваться показатели нацпроектов. К каждому руководителю рабочей группы национальных проектов необходимо отработать со всеми своими коллегами в федеральном центре и понять, как будут корректироваться наши проекты, в какую сторону, какие будут изменены приоритеты или неизменены приоритеты. Для того, чтобы мы оперативно могли на это отреагировать и внести корректировки в свои паспорта, в свои объекты. Одновременно председатель правительства дал старт тематической недели нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда». Одно из главных событий недели – празднование Дня строителя. Оно состоит 7 августа с участием губернатора. За первое полугодие 2020 года у нас введено в эксплуатацию порядка 377 тысяч квадратных метров, что фактически является опережением плана на этот год, на 34 тысячи где-то квадратных метров. План на 2020 год – 1,208,000 квадратных метров. Это очень амбициозный план, и невзирая на пандемию, пока мы идем, как говорится, по графику. Александр Смекалин поручил обратить внимание на проблемный вопрос строительной отрасли. То же касается комфортной среды, включая жилищно-коммунальный комплекс, в частности, вставшую с особой остротой в жаркое время года проблему водоснабжения. Из всех населённых пунктов у нас насчитывалось 15 проблемных. Сегодня наше решение либо заменено насос, либо устранены порывы, поэтому сегодня острота водоснабжением снята. Помогли отчасти разрешить ситуацию с водоснабжением прошедшие дожди. А вот аграриям погода помешала, но не сильно. На начало недели собрано 741 тысяч тонн урожая зерновых, тогда как в рекордном 2017 году валовый сбор составлял 739 тысяч тонн. Поэтому мы сегодня идём с показателями, превышающие 2017 год. Напомню, что губернатор поставил задачу приблизиться к 2 миллионам тонн. Всё делаем для этого на протяжении нескольких лет. При этом урожайность по Ульянской области превышает среднероссийские показатели. С учётом того, что в южных регионах страны объём урожая упал, основная надежда на Приволжский федеральный округ. Подведены предварительные итоги единого госэкзамена. Основной период ЕГЭ уже завершился. Есть результаты, которыми можно гордиться. У нас впервые за много лет есть 4 ребёнка, у которых 2 результата по 100 баллов, 200 бальники. Нужно отметить, что из этих 4 двое городских детей, а двое детей из районов. Несмотря на сложные условия пандемии, в этом году по многим предметам ульяновские школьники справились даже лучше, чем в прошлом. 100 бальников стало больше по русскому языку, общество знаний и химии. На заключение поговорили о безработице. Она продолжает немного расти, достигнув 27 тысяч человек. Но вместе с тем есть обнадёживающие данные. На сегодняшний день есть небольшая тенденция к стабилизации. И с таким сдержанным оптимизмом можно сказать, что цифры меняются в нужную нам сторону. Так, на 4 тысячи сократилось количество обращений в службу занятости по сравнению с апрелем. А показатель трудоустройства вырос почти в три раза. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин